всем доброго времени суток ну вот такой небольшой у нас изменим формате видеозаписи пока за рулем отвожу очередное барахло как говорится назовем это так что просто кто-то начинает завидовать тут начинает нервничать вот ездить в транспортную суть не в этом ладно хочу ответить на некоторые вопросы часто задаваемые людьми при выборе станков это обычно вот первый головняк где взять и что взять выбор большой ассортимент большой станков на самом деле до хрена разных всех чем укомплектовать как быть что делать такое это будут коротенькие видосики она сейчас не будет неделя выходных я сниму более подробный видеоролик и более подробно про эту тему расскажу это будет ролик именно для новичков расскажу личный свой опыт по станкам давайте начнем с первого что брать где брать кому доверять как доверять и что делать часто возникает вопрос купить станок в россии в компании с гарантией со всеми там наводящими подводящими моментами то есть взять с документами якобы что у вас все будет все заебись потому что вы планируете работать торговом центре вы планируете где-то там запускаться первый момент под документом из документов вам дадут сертификация которая там проплачивается она обычно это ничего сложности документы на оборудование купли-продажи от какой-то компании к примеру да ну якобы гарантийный талон по которому есть два варианта хорошая компания вас пошлет нахуй плохая компания она у вас будет делать вам замену обмен парс постоянно там либо просто потеряется это уже на вашу смотреть за как там все это получается я знаю что человек один брал станочек с бывшей украины вот брал в москве его там им трахал мозг три раза допустим и они ему меняли 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 пока друг друга там не затрахали доска этих лица вот второй момент слышал байку опять же это все то что я лично слышал от людей которые обращаются ко мне что-то постоянно пишут вот вот брали их потом послали вот такое тоже бывает дальше по поводу компании обучение обучение всех крупных компаниях стоит платно поэтому здесь такой момент что я куплю станок в компании меня бесплатно на всему научат такого не будет парни это будет плата это будет стоить минимум 20-30 тысяч рублей обучения которое занимает два-три дня по два-три часа в день не больше потому что информацию вам не напихивают в голову прям пачками то есть этот момент мы тоже исключаем что еще из плюсов из минусов но плюс если это крупная компания действительно которая характеризуется как крупная компания вы можете периодически ее заебывать вопросами говорить что там надо помочь надо то надо это то есть в принципе гандона кусок а вот же ж блять люди и до 1 и бывают бывает бывает в водителей куда 1 и так назовем их вот суть основная в чем в крупной компании сможете обратиться в любой момент и потрахать и мозг покупая участника участника вы не сможете это сделать потому что опять же игры из ютуба слышу постоянно одну и ту же тему купил станок мне продали и все я потом не знаю чем делать потому что потерялся сим-карту выкинул больше не отвечает куда-то уехал помочь ничего не знаю типа ничего не разбираюсь это обычная нормальная тематика что получается у меня у меня получается покупают обучение потом начинается сопровождение а вот что там а вот что здесь а вот как там да это все есть сразу скажу участника гарантии никаких нет но это он сразу об этом вам говорит также говорю вам сразу ребят ребят это скажу больше я сразу пижай у меня никакие гарантии нет давать не могу грубо говоря я продаю свой станок душный грубо говоря и именно в этом плане я не могу никаких давать гарантии потому что я не фирма не организация я не могу вам ну за ваши косяки нести ответственность это раз второе меня нету сервисного центра где я смогу сделать диагностику оборудования покупающей вас был сломано потратили это время и кучи персонала все остальное поэтому здесь вопрос гарантии тут от отлетает у крупной компания она есть в том случае если это не вы на его на ебнули ну давайте русский русским языком говорит что вот потому что покупает оборудование все кому не лень все у кого есть бабки по сути то крупные компании даже дают кредит даже дают рассрочку поэтому здесь говорит что я купил станок и там все заебись у меня будет нет вас не будет заебись потому что у вас нет опыта работы у вас у меня тоже если опыт работы это то что я вот два года качкачеврыжу сильно на оптоволоконниках в целом опыт работы давно уже сувенир на бизнесе во всем остальном то есть какие-то там навыки наработки ну вот поэтому здесь говорить о том что у вас все будет хорошо я думаю пока рано приезжают часто люди даже с опытом работы до молодцы и тексты кто старается кто заниматься самообучением тоже молодцы я не буду сейчас приводить одного этого человека в постоянно в пример но удивительно когда покупает человек оборудование определенный и этот человек обращается все эти два раза за какой-то мелкой помощью то есть ну как подскажи там то или иное вещь и по итогам получается что этот человек уже спустя месяц выдает хорошую качественную продукцию вот это очень сильно удивляет что есть такие ну которые любят любят свою работу любят свои станки но то есть такие да вот такой вот нюанс теперь вопрос по поводу доверия в китае одну будет до хера что на алиэкспрессе до хера там станков там на алибабе до хера станков других сторонних сайтах именно китайских сайтах потому что и действительно до хрена этих сайтов станков при там море просто кому доверять как доверять я скажу честно по поводу алиэкспресса либо по да вообще в целом по поводу китая что было без обид ребят сейчас не касая нигде конкретно там национальности да но я скажу что китайцы это что-то между смесью армяне и евреев это без обид просто здесь они настолько хитро вымудренные китайцы они наебывают всех я скажу даже больше я с ними работаю уже почти два года именно с одной компании с одной фабрикой и эта фабрика меня наебывает постоянно постоянно меня наебывает постоянно кита всплывает нюансы я всем своим родственникам и детям говорю если ты обманешь рано или поздно обман всплывет все равно все всплывает но нельзя так быть таким неадекватным чтобы кого-то обманывать дурить а потом говорить типа это все нормально вот в любом случае все в районе всплывает рано или поздно и вот здесь какой нюанс именно с китайцами он идет именно в том плане что их задача продать и впарить неважно кто ты что ты работаешь с ними не работаешь то есть они наебывают всех меня в том смысле то же самое я могу даже привести такой пример у меня станки допустим до фабричная цена идет там по моему райкос 30 q 185 это их цена это не моя цена и фишка вся в том что станок со съемным сканатором понимаете вот у него другая цена за счет того что он идет съемный сканатор плюс он там и мне китайцы иногда такую цену за него забубенят за этот станок что я просто охереваю и тут задаю вопрос а почему такая цена и вот они начинают там крутить вертеть по-разному и у них очень просто все они тебе сказали и потом просто молчат либо да либо нет либо соглашаешься либо идешь нахуй так вот то есть китайцы к этому проще относятся но именно к нам вот потребителям учатся я являюсь таким же по сути-то потребитель как и вы или круга представителем блядским да вот поэтому здесь такая вот ситуация что касаемо китайцев и доверять если единоразово берете у китайцев какое-то оборудование я вам честно скажу и вообще блять насрать от на вас абсолютно ровно они конечно есть такие крупные компании которые боятся за свою репутацию но это опять же повторюсь это такие компании которые но они скажут это не имеет значения не влияет на работу станка это не это не то это не это что-то наивно и вам предлагать не гарантия при приплете он купите них это оборудование там do whatever либо ремонт купить вот то есть нюансов очень много по поводу где брать как брать как унести ответственность за это оборудование брать с гарантией без гарантии возьмешь гарантии будет ли тебе гарантий или не будут гарантий hz и еще понимаете поэтому здесь всегда надо учитывать такой момент что мы сами делаем свой выбор и мы сами потом несем ответственность за свой выбор. Если вы берете к примеру без гарантии оборудование и оно сломается то надо понимать четко, вы на это сами соглашались, никто вас на это не толкал никто вас за руку не тянул, никто вас под дулом пистолета не заставлял покупать оборудование без гарантии отдавать деньги свои там последние то есть вы приняли сами осознанное свое решение, вы пошли купили с гарантией на фабрике и вам говорят типа вот херушки вам они гарантия и вы начинаете там плакать, обижаться ребят, ну вы же опять же сами пошли на фабрику за бешеные бабки, купили станок в России такой же как и везде по сути это получается по излучателям, по всему остальному потому что информацию обычно либо скрывают, либо не договаривают и вы потом говорите, блять, меня наебали нет, вас не наебали вам просто не договорили либо вам не дообъяснили эту информацию до конца поэтому здесь это все надо всегда учитывать вот, это жесткий анализ вы решите, ну, то есть вы решаетесь пойти в бизнес, но при этом вы не хотите анализировать или делать просчет есть специально для этого обученные люди которые занимаются просчетом, высчитом то есть то есть и в этой ситуации вы должны этим людям заплатить деньги за их работу но опять же ситуация какая смешная получается я уже много раз замечал такую тему, что вы таким людям платить не хотите за их работу, вы хотите воспользоваться услугами человека чтобы вас проконсультировали бесплатно абсолютно вдоль и поперек и по итогу вы такие опа на коне получили информацию и пошли начали зарабатывать ну, более чем странно объясню, почему более чем странно потому что, когда вы идете к юристам консультироваться, вы за это платите деньги когда вы идете консультироваться в другую какую организацию вы платите за это бабки а здесь получается наоборот что вы даже не хотите ну, грубо говоря помочь кому-то за консультацию там, либо взаимную помощь какую-то устроить ну, это я так просто образом рассказываю это видос именно мысли говорится вслух вот поэтому здесь все надо учитывать где берете как берете с гарантии, не с гарантии идем теперь дальше к формированию внутренности станка я понимаю, что звук будет здесь отвратительный стараюсь максимально громко говорить чтобы было всем слышно было понятно так вот частая ошибка покупки станка ребят вы считаете, что покупая лазерный маркер либо гравер не важно какая мощность не важно какой станок все это, блядь, нахер не важно важно какое рабочее поле и чем вы купите больше рабочее поле тем вы будете круче, блядь, все делать и типа все у вас будет круто получаться и типа вы так сказать перекроете все свои потребности так вот я скажу это все наедалово полное наедалово почему? потому что частая такая херня получается вы приходите и говорите хочу с вам ног с рабочим полем 300 на 300 не важно куда в какую компанию не буду сейчас перечислять наши российские конторы которые занимаются тем же самым продажами вот суть вся в том что вы приходите и скажите хочу райкус 30Q с рабочим полем 300 на 300 не вопрос такая это цена линза 300 на 300 естественно будет дороже чем все остальные потому что она геморройная эта линза вот вам ее продадут вам ее впарят вы довольны и счастливы придете домой и хер вы что сделаете вот потому что потом будет куча задать вопросов вы говорите я хочу там делать мелкую игрую станок и контора которым вам его продала ей вообще насрать что вы будете дальше с этим станком делать потому что вы купили вам продали а потом вам говорят а так нельзя надо было по другому делать суть любой компании вам блять продать впарить я уже 350 сука раз говорил что линза 300 на 300 с большим рабочим полем на станке райкус к 30Q это самый Херовый вариант на свете Потому что это рабочее поле у вас будет Нестабильное, оно будет умирающее Вы не сможете делать мелкие детали Вот обратилась, по-моему, девушка Это была, купила где-то Райкус 50Q С рабочим полем 300 на 300 Так фишка вся в том, что она Не может запуститься, никто не может объяснить Почему у нее не получается У нее не получается гравюрка вообще никакая, ни на браслетах, ни на чем Ни на чем не получается Почему? Все потому что Ей никто не объяснил, что это поле рабочее Ну не подходит он для ее задач Для ее целей, для ее задач Результат такой, что обратилась ко мне Я объяснил ей, что не так, как не так И получилось, ура Ей настроили, все сделали, все у нее заработало Поэтому здесь Говорить о том, что Какую лучше убрать линзу Естественно, лучше проконсультироваться По поводу своих целей и задач Что вы в итоге получаете Потраченное время на гравировку Какой результат может выйти, либо не выйти То есть это все надо обдуманно делать Не надо делать необдуманные действия Я же говорю, надо поинтересоваться Еще есть такая задача у людей часто Допустим, координатный стол взять Ребят, я честно скажу, я с координатными столами не связывался Да, блядь, никогда с ними не связывался С столами координатными Поворотки, да Перепробовал разные варианты Остановился на одном подходящем варианте Чтобы не тратить себе время Какую взять поворотку? Начинается Я хочу взять себе универсальную поворотку Блядь, ребят Но можно взять себе какую угодно поворотку Поворотное устройство Проблема в другом вся возникает Работая на поворотной оси Вы должны знать одну очень важную вещь Либо вы работаете по кольцам Либо вы работаете по этим самым По другим изделиям крупным Мне начинают говорить А я вот хочу универсальную Я вот хочу голову, которую, блин Будет и кольца зажимать И термосы, и кружки, и все остальное Парни, ну Я, по крайней мере, таких не видел Лично я не видел Возможно, они где-то и есть Возможно ли зажать, блядь, в патрон для колец Что-нибудь там пожестче, другое Да, возможно, если патрон идет Не самозажимной А именно с винтовой То есть зажим через винт идет Да, такое возможно Второй вопрос возникает Возможно ли Но, опять же, сила зажатия будет плохая И потому что там не рассчитано под это дело Второй вопрос возникает Возможно ли, допустим, зажать В кулачковый патрон Кольца Ребят, да можно зажать Вопрос Постоянства Если вы будете постоянно Зажимать в обычный Кулачковый патрон кольца Вы наебетесь вдоволь И бесплатно, как говорится Вот, если вам это интересно Ну, зажимайте Возникает также вопрос А возможно ли в патроне В кулачках Просверлить отверстие Поставить туда пальчики Да, такое тоже возможно Опять же В чем разница Самозажимного патрона В отличии от кулачкового Да в том, что Когда вы будете гравировать кольцо Ваше кольцо будет Либо расширяться Либо сужаться Вот И самозажимной Он тут может Как говорится Потесниться В этом моменте Ваш кулачковый патрон С ключом Он ни хера Вам не сыграет Ни в плюс, ни в минус Ваше кольцо Будет уже Такой Ромбовидной формы Грубо говоря Треугольной формы После нагрева То есть здесь Все хотят выехать На одной поворотке Ну, это Маловероятно Скажу честно Маловероятно Да, люди выезжают Знаете, сдуру Можно и Блять, на коленках Кольца гравировать То есть здесь Вопрос только стоит в этом Поэтому такие нюансы есть Что брать по поводу линз Ребят Ну, опять же Конкретно Стоит задача Какая у вас стоит задача Я уже про это Много раз тоже рассказывал Какие линзы Маленькие, большие Скоростные Нескоростные В черную В контрастную То есть Все возможные варианты Я максимально Все это уже рассказывал Много-много-много раз Поэтому здесь По поводу линз Четко берите Под свои задачи Возьмите с запасом А вот вдруг А вот вдруг Бывает пук Поэтому здесь Касаемо линз Это уже ваша Будет головная боль Давайте так уже сделаем Видосик уже договорю Да загружу его сразу Дальше Едем, едем дальше Координатный стол Поворотная ось Еще меня сейчас спрашивают По поводу стола Именно Ну, не координатный стол Такой С крутилочками Это же типа удобно Положу туда изделие Там потом подкручиваешь Парни, да, это удобно Это круто Если вы любите унитаз С подогревом Вы за это платите бабки Если в данной ситуации Вы хотите какой-то комфорт И у вас есть дохрена Реально времени Ну, сейчас о чем идет речь Вообще То есть, ну, сами понимаете Что канал у меня В основном рассчитан На заработок Заработок денег Почему? Потому что я рассказываю Как быстро Как дешево И как максимально Получать маржу Координатный стол Только именно С крутилочками С ручными Это та тема Которая Ну, трата времени Так скажу Прицел Настройка Это все долго Это все долго Это, ну Когда у вас стоит задача Сделать 50 изделий В час Быстро Разношерстных Вам не до крутилочек Будет Вам быстрее поставить Быстрее отдать И вас там еще Подпирают клиенты В затылок Это такой момент Когда надо Вот именно ускориться Поэтому Такой стол Мы исключаем Сразу из этого момента Что еще можно сказать По поводу поворотных осей Есть оси Роликовые Есть оси Опять же говорю Патроном Кулачковые Самозажимные Есть Ротационные устройства Либо Револьверные устройства Вот Устройства на самом деле Целая куча Которые можно приспособить Опять же Чтобы было понимание Это нельзя так сделать Допустим Купили Ну пример Вот такой вариант Отсматриваем Купили вы станок Чисто гипотетически Просто станок купили А через неделю Мы на него решили Поставить Двухкоординатный стол Со всеми наворотами Плюс там еще Четвертую ось Пендюрить Не третью ось Именно четвертую ось Естественно В этом плане Вряд ли что выйдет Потому что Там уже будет Другая теплата Управления Второй очень важный момент Такая ситуация Возникает Да Говорят Ну я куплю сейчас К примеру Райкус Побалуюсь Райкусом Потом типа Райкус Излучатель достану Поставлю туда Например Там GPT Mopo M7 Парни Ну это другая Совершенно Сканаторная голова Это раз Это совершенно Другой вид Излучателя Это совершенно Другая плата управления То есть здесь Надо на это Тоже рассчитывать Еще один момент У которого Все взрывается Голова Вот именно Голова взрывается Приобретая Лазерные маркеры Вот мне сказали Сканаторная голова IG7110 Это говно Редкостное Которое В принципе Уже вышло Из обихода Парни Вот у меня сейчас Справа стоит погрузчик Какой-то Рис Или что-то Такая фирма Не знаю Не важно Старый погрузчик Но он работает Он приносит деньги Он приносит доход Если говорить Допустим Про сканаторную голову Типа Гальво сканер По-моему там RS7001 Я говорил Что она хреновая Да В плане Точки зрения Заработка денег Она хреновая Делать какие-то Большие объемы Обороты Она хреновая Потому что Греется Потому что Пластиковая Потому что Спустя год Начинаются глюки Это не то чтобы Я говорю Что там Голословно Но есть Явные примеры Такие Где она выходила Из строя SG7110 Надежная Проверенная башка Единственное Есть нюанс Скажу сразу За два года Одна башка Нашкубнулась Причины поломки Не скажу Потому что Нашкубнулась Она не у меня Вот Ну не буду говорить Что там Все идеально Да Бывает Бывает Что оборотник Вот ломается Вот Но опять же SG7110 Это простая Сказанерная Глава Которая действительно Работает Она работает И выполняет Свои задачи Все говорят Давайте 7210 Да можно Какую угодно Поставить Ребят Сказанерный Гол Вопрос Цены И качества Нужно ли вам Или нет Второй момент Чем оперируют Обычно Фабрики Крупные фабрики Или наши Предприятия Организации Которые продают Лазерные маркеры Вот Я вам сейчас Говорю Это чисто Такая Тема Мужиков Дурачков Почему Дурачков Есть на то Причина Когда начинают Мериться Писками Либо Писюнами Смотрите Сказанерная голова Из G7110 Ее Фактическая Скорость Максимальная 7500 мм В секунду Вот То есть Простой Банальный Пример Привожу Ну Давайте Так Я гравировал На максимальной Скорости 3500 Когда я увеличу Скорость В два раза Ставлю 7000 мм В секунду Я получаю Время Не в два раза Меньше Я получаю Время В лучшем В случае На 1 четвертую Меньше Вот Поэтому Этот вариант Мы исключаем Когда вам говорят Что сканерная голова Может маркировать Со скоростью 15000 мм В секунду Возникает Тут же Такой Вопрос Интересный Кто Что Будет Маркировать На такой Скорости Вот Первый вопрос Второй момент В целом Такое Возможно Если у вас Используется Излучатель Допустим От 50 До 100 Ват Мощности Тогда Возможно Да Опять же Если вы будете Маркировать Какие-то там Стикеры На огромнейшей Скорости К примеру На какого-то Огромном предприятии Да Есть смысл Просто ценовая политика Берем Такую Гальва Сканер Приблизительно Стоит 16 Тире 18 тысяч Рублей Это с доставкой Со всей хренью Сина Гальва Цена Приблизительно В районе 25 тысяч Рублей Идет И Сина Гальва Допустим Какая-нибудь Там Повыше Моделька Там Получше Стоит В районе 60 70 Тысяч Вот Поэтому Вопрос Переплаты За сканатор Я особо Здесь не вижу Но Опять же С точки зрения Доходности Если идет Речь Опять же О доходности По блокам Питания Внутри В излучателях Я согласен Должны быть Хорошие Блоки Питания Потому что Получается Сердце Грубо говоря Вашего Станка Питается Либо от говна Либо от хорошего Блока питания Потом Это На тот же момент Учитывать По поводу Излучателей Серые Белые Черные Красные Фиолетовые Подпольные Неподпольные Официальные Неофициальные Легальные Блять Их Честно Можно себя Просто затрахать Этими названиями Фирмами Марками На самом деле Если брать Из хороших Излучателей Да Честно сказать Убить Можно любой Излучатель Любыми способами Вот Если вы в принципе В курсе О всех этих движухах Как убить Излучателя Очень быстро То я думаю У вас проработает Станок Очень долго Любой Ну вот смотрите Грубо говоря Макс Фотоникс Отработал у меня Месяц Я ни горя Ни проблем Не знал Продал сейчас Человечку его Человечек Еще отработает На пластике На нем Грубо говоря Ну где-то Может быть год Два Я думаю Без проблем Опять же Вопрос Становой политики Был хороший Вот Поэтому здесь В данной ситуации Без сильной нагрузки На станок Он прослужит Ну да Прослужит Никуда не денется Сложности нет Второй станочек У нас ушел В Москву Вот Та же самая ситуация Нагрузки большой Не будет на него Отработает хорошо Если парни Не будут заниматься Херней Не будут там Допустим Гравировать металл Жестко На 100% мощности Я в принципе Всех предупреждаю На этом поводу Надеюсь Что так херней Заниматься не будут Поэтому Какой выбрать Как выбрать Каким быть Наполнением Станок Линзы Поворотки Столы Эта тема Она актуальная Я просто делюсь Максимально своим опытом Я не говорю Что я как профессионал Вам сейчас рассказываю Прям точные характеристики Точные какие-то моменты Я рассказываю Из личного опыта Вот Из личного накопленного опыта Парни Еще такой момент Очень важный Зачастую Я говорю По поводу доната По поводу Еще каких-то моментов Уже Показано опытом Опытом Показано Большим опытом Показано опытом Большим ювелиром Спасибо огромное Туле Тула меня Прям Прям Не знаю Прям любит Уважает Обожает Потому что Тула Доната Скинула Первый раз Очень много И человек Сразу сказал Честно Ягод За счет Твоих видосов Сэкономил Очень много Времени Второй момент Когда я Начинаю обучать На работе На станках Даю обучение Какое-то Ребят Вы экономите Минимум 3-4 месяца И поломанный Станок Это тоже Огромный плюс Второй момент Видосы снимаются Не просто так На тему Как я сегодня Буду делать Латунное ключе Нет Видосы снимаются Конкретно По факту Я стараюсь Рассказывать Максимально Параметры Определенно Почему я делаю так Почему я делаю так Почему я делаю иначе Провожу какие-то Прямые тесты Все это дело Показываю Вот Поэтому просится Донат Просто на поддержание Канала Опять же Я говорю сразу Деньги Пускаются на Нужды канала Вот На данный момент У меня валяются Титановые пластины Которые Можно пустить На одно изделие Очень интересно Я просто хочу найти Где порезать Титановые пластины На нужный На нужный размер Как говорится Пока не знаю Где это все сделать Лучше всего Это первый момент Второй момент Куплен был микроскоп Должен прийти Я уже понял Что я уже три раза По нем сказал Я его сейчас ожидаю Ребят Будут по нем видосики Отдельно я покажу Как это все гравируется Как это все делается Под микроскопом Вторая тема Которая интересная Да планируется Приобретаться Именно Этот самый Сейчас скажу вам Дозиметр Но это Блять больше баловство Нежели Факт действия Поэтому все это Учитывается Все ваши мнения Все ваши донаты Тратить свои бабки Честно скажу Не интересно Мне Для покупки Какой-то лабуды Вот Чтобы доказать Есть ли радиация Есть ли там Какой-то шов Красивый или некрасивый Я для себя Уже сделал выводы По станкам По параметрам По каким-то Пеленным режимам Режимам Как что происходит Как что делается Мне больше не надо Я больше Просто уже Физически Осилить не могу Ну просто реально Получается Вопросов до хрена Я сейчас Просто банально Даже не успеваю Работать По одной Несопричине Потому что Звонок 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 Вопрос Ватсап Я там Я поставил ваш видеоролик На ютубе Я хочу там У вас поинтересоваться Ну хочешь поинтересоваться Напиши мне на ватсап Я на ватсапе отвечу Зачем мне звонить Я не знаю Вот Потому что Реально Загрузки До хрена Толку мало Честно Просто Я уже От этого всего Устал немножко Почему я хотел Продать тот же самый Бизнес Свой сувенирный Да причина Очень банальная Парни Когда ты работаешь Во всех направлениях Один Это очень сложно Ну кто бизнесмен И кто занимается Какой-то Принятой деятельностью Он не поймет Потому что Найти нормального работника Адекватного Вряд ли получится Потому что Никто Толком работать не хочет Никто не хочет Толком заниматься Вашим делом Потому что У них идет Один интерес Это Получить свою зарплату В конце месяца Либо там Каждодневно Получить свою зарплату А ваш бизнес Это ваши проблемы Мне один человек Так и сказал Конкретно Я хочу получать 100 тысяч рублей В месяц Я говорю Не вопрос Говорю 100 тысяч Я готов тебе платить Хуяришь С 8 вечера До 10 вечера Выполняешь Все мои обязанности Полностью Которые я сижу Именно по сувенирной продукции И вот Я тебе буду платить 100 тысяч рублей Человечек Отработал С 8 до 5 Потом такой раз Говорит Типа я пойду Потому что Как же Деньги Все остальное Ну это же тебе Интересно Это же твой бизнес Твоя проблема Как ты хочешь Плачать 100 тысяч рублей И в итоге Я потом Человек спрашив Такой же вопрос Я говорю Теперь у меня К тебе вопрос Принесешь ли ты мне Столько дохода Как вот Как ты хочешь Чтобы я тебе мог Заплатить твои 100 тысяч рублей То есть Просто получается Ситуация так Что человек хочет Плачать 100 тысяч рублей Но при этом Приносить дохода В лучшем случае 50 тысяч рублей То есть я просто должен Человека кормить Что со своего кармана То есть непонятно Где там должен Чем-то там торговать И плюс ему еще Платить за эти деньги Ну это типа Гуманитарий Или как-то Гуманитарная помощь Как называется Я не знаю Поэтому В основном Кто бизнесмен Меня поймет В этом плане В плане видосов Ребят Повторюсь еще раз От вас Просто банальная вещь Это лайк Кто досмотрел до конца Поддержка каналу Донат Это Ну опять же Я снова повторюсь Я не говорю С тем Те кто там Донатит постоянно Скидывает донат Нет Представьте такую банальную ситуацию 2000 человек подписчиков Просто скидывается По 100 рублей Доната От каждого подписчика Это не те деньги Которые Ну Можно в принципе Жопу урвать Так вот Я скажу Что такое 100 рублей Единоразово Это простая банальная штука Что это бутылка пива Это Такой бутерброд Это Проезд в трамвае Два или три раза Проехаться Я не знаю На трамвае не езжу Я не знаю Это грубо говоря Два литра бензина Это Только там 30 или 20 километров Расстояние пройденного Что такое 100 рублей 100 рублей Ничего Просто единственное Вы не хотите заморачиваться По двум причинам Типа Какого хера Я буду ему скидывать Типа 100 рублей Пошел он Типа нахер Это первая причина Вторая причина Я вам сейчас скажу Типа Ютуб Типа тут халява Типа Ну русские не привыкли Платить за халяву Я еще приведу пример Интересный Кстати Попомню Отношение русских Да Которые не готовы платить Вот В отношении европейцев Честно скажу У меня европейцы Обращались Ну раз 6 или 7 Наверное обращались Так вот Они благодарны И их благодарность Измеряется в районе 100 евро Это стандартная сумма Там 50 100 евро То есть Минималка это была 50 Максималка это была 200 евро Вот Парни Это благодарность Благодарность потому что Человек начинает Потом зарабатывать Там деньги Потому что он понимает Что он сейчас Смазал себе дорожку По этой дорожке Потом идет И зарабатывает деньги Если что-то не случается Он спотыкается Потом обращается снова И я ему в этом плане подсказываю Поэтому здесь Это надо всегда учитывать Ладно Ребят Всем удачи От всех лайк Подписка Не забываем По вопросам Крайне редко И только на ватсап И как смогу Тогда отвечу Вот Кто хочет продонатить Смотрите По другим видосами Будет ссылочка В описании Там разные возможные варианты Видос снимал Онлайн Поэтому Запись будет прямая Онлайн Сразу без всяких Комментарий Без ничего Без рекламы Самое главное Без рекламы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому